Невская сельская библиотека в рамках инновационного проекта «Край родной навек любимый» подготовила онлайн мероприятие «История моего села Невский Ташалкар». Село Ташалкар Андагожинского сельского округа района Биржансал Акмолинской области. Расположен в 20 километрах к северу от административного центра района города Степняк. До февраля 2019 года село Невское. Основано в 1955 году в годы поднятия целинных и залежных земель Казахстана. Центральная устава Зерносовхоз Невский. 19 ноября 1954 года группа в количестве 15 человек, демобилизованных из рядов Советской Армии на тракторе, словно передовой отряд разведки, добрались по бездорожью, расположенного среди сопок и березовых полок до значительного размера озера и остановились. Вышли из будки, которую тащил за собой трактор, осмотрелись по сторонам. Кругом белым-бело лежал снег, и во все стороны степь необразимая встретила приезжих. Походили, присматриваясь к местности, словно попавшие на необитаемую планету люди. Что почти так и было, ведь не просто целинный край называли планетой «целина». Среди прибывших был Усынин, которого назначили директором совхоза. Он остановился у выбранного им места, притопнул ногой, словно проверял, как прочно он стоит на целиной земле, и торжественно произнес окружающим его людям. Вот здесь будет у нас центральная усадьба совхоза. И поручил на этом месте, где все стояли, забить колышек, отметить точку центра совхоза. Так родился совхоз «Невский». Строили совхоз первоцелинники, и вырос в степи со всеми необходимыми объектами совхоз «Невский». Появился газ, вода, магазины, дом культуры, почта, медпо. Основателями совхоза были 37 человек. Из них Коровин, Лапшин, Костенков, Вычинский и другие были первыми и всю жизнь прожили в этом селе. Создали семьи, родили детей. Некоторые из них и сейчас живут в селе. В 1955 году был большой поток прибывших целинников. В январе, феврале и в марте прибыли семьи Митризна, Мокруха, Пискун, девушки Лешко, Костюк, Навак, Ширковец и многие другие, которые пополнили число первоцелинников. Через год был образован Суэльский совет в совхозе, который возглавил Кинжабулатов, работавший в этой должности до 1984 года. В 1963 году Ярославцев возглавил хозяйство, стал директором и руководил хозяйством до 1979 года. С 1979 по 1984 год директором Невского РСХО был Бородин. За умелое руководство был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. С 1984 по 1997 год директором Невского РСХО был Досимбеков. В 1988 году в селе начинает работу строительная фирма «Искатель», директором которого являлся «Ситорис». Строительная фирма имела административное здание, гараж, промышленную зону, столярный цех. Фирма строила жилые дома в селе и в районе. На промзоне изготавливали железно-бетонные конструкции. Село стабильно развивалось, но развалы 90-х годов сделал свое дело. Село пришло в упадок. Были разрушены административные здания, жилые дома, животноводческие фермы, полевые бригады. Не было света, воды. Начался отток населения. Но не все покинули село. Остались те, кто верил, что все наладится и село снова оживет. В 1999 году село подключили долгожданное электричество. В 2001 году ТО «Казгер» выкупил пустующие и необрабатываемые земли, завез технику, восстановил зерноток, машино-транспортную мастерскую. В селе начали обрабатывать землю, начались полеводческие работы. Население начало работать на производстве. В 2010 году в селе восстановили водокачку и водонапорную башню, провели воду в село. Сейчас население вводит воду в дом, благоустраивает жилье. ТО «Казгер» построил убойный цех для забоя птицы, элеватор для хранения зерна. Появились новые рабочие места. В 2018 году, 1 сентября, открыли новую школу, построенную в селе для 80 учащихся, в которой в данный момент обучаются на государственном и русском языках 100 учащихся. В здании старой школы сделали капитальный ремонт, перевели сельскую библиотеку, фельдшерский, акушерский пункт, почту. Открыли сельский клуб, открыли кабинет участкового и акимата. В здании находится мини-центр Балауса. В селе имеются магазины и частных предпринимателей, в которых продаются товары повседневного пользования. Есть крестьянские хозяйства, которые выращивают крупнорогатый скот на мясо и молоко. Село возродилось. Сюда переезжают молодые семьи, специалисты, восстанавливают и строят жилые дома. И растет село, вопреки всему. Ведь главное богатство любой местности – это ее люди, а они у нас есть. Это и ветераны, и молодежь, и просто обычные люди, на которых и держится все село. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!